Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимеTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Продолжение следует... 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 А фамилия Скамыкин? Звание... Подполковник? Был я на участке номер 543, это спецучасток, находится на улице Давлет-Кирея, 178. Это военная часть, учебка пограничников. Там принимали участие в этом референдуме призывники осеннего призыва этого года. Голосование прошло организованно, они, можно сказать, строем заходили на участок, все прошло быстро. И, значит, правда была такая проблема, значит, там была проблема с освещением. Не очень было видно, как выдают бюллетени этим солдатам. Не было стенды, как это положено, значит, на котором были бы вывешены такие документы, как состав избирательной комиссии. Но это были мелочи, в общем-то, можно было бы на них и не обращать внимания, если бы не мешали бы проводить собственные наблюдения. Там все время, значит, даже когда я там изредка пару раз пытался подойти, значит, и посмотреть, что же там происходит, ну, меня там просили отойти. Плюс еще наблюдатели из других организаций, там было еще пять человек, ну, четверо студентов и еще один человек возросли от ОМОНОТА. А я, кстати, был, значит, от ОМОНОТА, значит, они тоже как-то там делали мне замечания. Значит, дальше, когда начался подсчет, избирательная комиссия в лице ее председателя, фамилии, которые я так и не смог выяснить, да, уже узнать, потому что на сцене-то не было отмечено. Они тоже, значит, не позволяли приблизиться к столу, где они ввели подсчет, и не было видно, значит, что написано на бюллетенях. Это, вообще-то говоря, прямое нарушение закона, в котором указано, что для наблюдателя должны быть созданы условия для того, чтобы обозревать бюллетени. И, в конце концов, значит, председатель комиссии отказался выдать копию протокола. И предложил, значит, просто сфотографировать тот протокол, который они вывесили на стенде. Они как раз после всех этих процедур вытащили откуда-то из другого помещения стенда, и на него, значит, повесили этот протокол. Но я потребовал, я стал наставить на том, что мне выдали именно копию, значит, заверенную живой печатью. Вот. И что буду ждать, находясь в помещении избирательного участка. Они вызвали милицию, полицию. Сперва явился патрульно-постовая служба, двое человек. Но я им сказал, что я их не вызывал. Они тоже не могли понять, кто же их вызвал. Я даже предложил им составить протокол на эти нарушения, в свою очередь. А они вызвали участкового. Участковый вроде пошел договариваться с председателем комиссии, и они мне как бы пообещали, что скоро выйдут этот протокол. Но скоро приехали еще полицейские. Во главе с начальником местной полицейской службы Новорусбайского района. Они мне зачитали акт, который составили. Члены избирательной комиссии составили акт уже по завершению фактически всех выбранных процедур. Они составили акт о том, что я якобы мешал, задавал вопросы. И на этом основании местная полицейская служба меня увезла в Новорусбайское управление полиции районное. Это было в начале где-то 10 с небольшим часов. Там процедуры настолько быстро прошли, что уже это произошло в 10 утра. Немного позже 10 утра. А из полиции меня выпустили где-то в час с небольшим, наверное. Я там, получается, провел около 3 часов. Меня там привезли, подумали, что со мной делать. Потом провели опрос и составили протокол опроса. При этом ни копию протокола, ни копию этого акта мне не дали. Вот так.